Этим летом в столице Чувашии появится 70 новых детских площадок. Из чебоксарского бюджета на это выделят 10 миллионов рублей. Установив недешевые игровые зоны, городские власти надеются. Горки, качели и карусели прослужат хотя бы лет 10. Но, к сожалению, срок эксплуатации детских площадок уменьшают сами горожане. Они ломают, выворачивают и разбирают по частям яркие сооружения. Почему так происходит и за чей счет восстанавливают поломанные игровые комплексы, выясняла наша съемочная группа. Часть этого комплекса во дворе 73-го дома по проспекту Трактростроителей уже опасна для здоровья малышей. Эта дыра появилась недавно. Скатиться с ветерком здесь теперь не получится. Маленький ребенок может вылететь на землю и получить травму. Жители дома в акте вандализма обвиняют восьмиклассников. Говорят, вечерами здесь буйствуют подростки. Но взрослые сделать замечание им не спешат. Теперь горку и по гарантии не починишь. К сожалению, часто выявляются факты вандализма, порчи имущества, тренажеров, малых форм. Но от этого не избежать. Выявляются такие моменты, что где-то они ремонту подлежат, где-то мы за счет средств управляющей компании стараемся делать, где-то, если это невозможно сделать, привлекаем специализированные организации. Обслуживают игровые комплексы во дворах управляющие компании. Причем теперь и средств собираемых жильцов. В квитанции за ЖКУ в строку содержания жилья входит и сумма на обслуживание детского городка. Новые правила вступили в силу этим летом. В том числе и для того, чтобы горожане более ответственно относились к дворовому имуществу. Ведь каждая поломка влетит им в копеечку. Кроме того, от исправности игрового оборудования зависит здоровье малышей. К примеру, жительница района Ольга Михайлова всегда зорко следит за тем, где играет ее маленький сын. Нужно поддерживать обязательно безопасность детской площадки, качелей, горок. То есть это все-таки здоровье наших детей и безопасность жизни подрастающего поколения. Добавлю, что с этого года устанавливать детскую площадку будут только согласия общего собрания дома. В городской администрации уверяют, программу сворачивать не собираются. За последние пять лет в Чебоксарах появились более 400 игровых комплексов. И это не предел. К нам, в принципе, очень часто обращаются горожане с письмами, с просьбами установить площадки непосредственно на их дворовых территориях. Даем пояснение каждый раз, что вам необходимо непосредственно обратиться к своему депутату по принадлежности и в ту районную администрацию, на территории которой находится данный жилой дом.